Добро пожаловать на канал! Появление электронных калькуляторов избавляет чего частот необходимости использовать логарифмические линейки и логарифмические таблицы, вследствие чего отпала надобность десятичных логарифмов. И теперь их можно увидеть разве что в старинных учебниках и старинных задачах, одна из которых перед вами. Понятно, что уравнение следует решить относительно x, m и n являются параметрами, которые следует выбрать таким образом, чтобы оба логарифма правой части были определены. То есть m плюс минус n больше нуля, что как легко видеть эквивалентно вот такому неравенству, означающему, что m положительно и больше абсолютно речины n. При этом основание степеней положительной, дробь положительной и квадратный корень определен. Также положительным должно быть значение x, но так как x находится в одном месте, об этом можно не беспокоиться. Если уравнение осовременить, заменив десятичные логарифмы натуральными, ответ изменится и станет менее осязаемым. Зато, хотя в это и трудно поверить, ответ не изменится, если в дроби, стоящей под знаком квадратного корня, поменять числитель и знаменатель местами. Как обычно, предлагаю поставить видео на паузу и подумать над решением задачи. Два логарифма в левой части – это более чем достаточно. И всё же, добавим сюда ещё один десятичный логарифм. Тогда и правый чат придётся прологарифмировать. Брать квадратный корень – это всё равно, чтобы изводить степень 1 вторую, и эту степень можно вынести за знак логарифма. В результате чего под знаком логарифма остаётся дробь, числитель и знаменатель которой положительные числа. В таком случае в логарифм дроби есть разность логарифмов числителя и знаменателя. В каждом из этих двух логарифмов вынесем показатели степени за знак логарифма. И что мы видим? В квадратных скобках вычитаемое равно уменьшаемому. Сие означает, что в выражении в квадратных скобках, а и же с ним вся правая часть, есть не иначе, как 0. В таком случае 0 является также тройной логарифм в левой части, значение которого таким образом не зависит ни от m, ни от n. Отсюда двойной логарифм есть 10 в нулевой степени, или единица. А самый обычный одинанный логарифм есть 10 в первой степени, или просто 10. Наконец x это 10 в десятой степени, или 10 миллиардов, если я, конечно, не запутался в нулях. Говоря откровенно, я был бы не проще иметь такую сумму хотя бы в рублях. Но такую сумму мне пока что никто не предлагает. Поэтому я могу лишь записать полученное число в качестве ответа и сказать «Все». Продолжение следует...